Пока новоизбранные депутаты формируют новое правительство, работа 13-го Сейма продолжается. Есть неоконченные дела, точнее активные законопроекты. Их ровно 200. Что-то примут, что-то передадут в наследство 14-му Сейму. Но вот многие депутаты такого перехода из 13-го в 14-й Сейм сделать не смогли. Граждане не выбрали. Среди них Янис Урбанович от Согласия. Его партия не попала в парламент. А сам Янис Урбанович впервые был избран еще в пятый Сейм в 1993 году. И все 29 лет он был депутатом. Чем займется теперь? Возможно, я выберу что-то делать руками. Очень соскучился я. У меня есть несколько прикладных профессий. Что-то с деревом, с металлом. У меня есть диплом краснозеревщика и так далее, и так далее. Я давно этим занимаюсь. Свободное время от ровно. А сейчас в это время будет больше, прекрасно. У меня хорошая мастерская есть. Могу починить. Обращайтесь. От политики не отказывается. Вы не можете себе представить, насколько я себя свободным себя чувствую. Я даже не обязан думать о каких-то политических планах. Мне даже нельзя. Но я буду. Во-первых, я должен исправить собственные ошибки, помочь коллегам двигаться дальше. Еще один депутат от Согласия, Борис Целевич, говорит, будет заниматься тем, что нравится. Ведь сейчас он на пенсии по возрасту. Вернусь в каком-то смысле в эту область, в неправительственные организации. Ну и, конечно, гораздо больше времени планирую проводить с семьей, с детьми, с внуками. Потому что на самом деле семья – это все-таки самое важное, что у каждого человека есть жизнь. Ну а политически никуда не деваюсь, остаюсь в Согласии. Но я думаю, что некоторые коалиционные партии, которые были в прошлом правительстве, будут в этом правительстве, еще не раз с грустью вспомнят партию Согласия как инструктивную оппозицию. Еще одна политическая сила, которой не хватило нескольких сотен голосов, чтобы преодолеть 5-процентный барьер – это объединение партий Атты и Стыбайпар. И, похоже, ее депутаты без работы не останутся. Продолжу активно работать в больнице как кардиолог. Буду вести кабинет редких болезней, что я делал все эти годы. И в университете имени Страдания продолжу быть профессором. У меня много докторантов, студентов, резидентов, так что работы много. Также мои исследовательские команды участвуют во многих клинических исследованиях. И, конечно, продолжу быть активным на политическом поле. Я пока не собираюсь прерывать политическую деятельность своей партии ПАР. Но, конечно, основное время собираюсь посвятить своей профессиональной карьере, которая, я думаю, будет связана с международными консультациями и сотрудничеством с различными тэнк-танками. Буду искать новую деятельность. Я продолжаю быть преподавателем в университете. Найду еще, чем заниматься. Насчет политики еще не могу ответить на этот вопрос, что буду делать. Это зависит от того, есть ли у меня внутри еще что новое предлагать избирателям. Если себе найду и идеи, и силу, тогда, может быть, продолжу. Не попали в Сэйм и консервативным в полном составе. Я, кажется, впервые за пять лет отправлюсь в отпуск. Я надеюсь, что у меня будет такая возможность отправиться в отпуск как минимум на месяц, где я смог бы принять решение о том, что делать дальше в профессиональном плане. Вариантов, чем заниматься много. Я пришел из частного бизнеса. Партии КПВЛВ давно нет, а депутаты, избранные от нее, остались. Кто-то ушел к другим и переизбрался, а чья-то политическая ставка не сыграла. К примеру, Мариса Мажвилла. Я очень близок к выработке леса. Я умею работать на разного вида техники, обслуживать ее, консультировать. Так что так много специальностей, что надо выбирать утром, когда встаешь, что будешь делать. Без работы не останусь. И в бюро безработных свою заявку не подам. Надо готовиться на выборы местного управления. Возможность вновь попасть в Сейм в скором будущем бывших депутатов появится в 2026 году. Евгения Копылова, Кришьяна Силейтис Русаласа.